Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не мог что-нибудь найти посвежее? В рот закрой, дура! На себя посмотри! Ах ты ж, да руки убери! Моя репутация, черт с ней! Братца своего подумай! А это ты такой его репутации думаешь, да? Растопырилась тут, как свинья! Наташа, ты не только нас зарываешь, ты себя зарываешь! Клоба, нет никаких нас! Наташенька, солнышко, я очень виноват перед тобой. Я провинился, я это понимаю, но нам нужно сейчас всем успокоиться. Я поеду на концерт в Ильичевск. Ты поедешь домой, отдохнешь, и вечером мы поговорим, обсудим, да? Во сколько тебя ждать? Как концерт закончится, так сразу домой. Наташенька, Кися. Хорошо, до встречи. Кися! Кися! Твой тигрик дома! Наташа! Наташенька! Дети еще нет, а я уже пришел! Андрей! Наташенька, Наташенька! Наташенька, Наташенька! Наташа! Кто это с тобой так? Солнце, родная, потерпи! Я сейчас, я мигом, я скорую! Секунду, Наташа! Помогите! Помогите! Кто-нибудь! Люди! Андрей, что случилось? Срочно скорую! Наташа! Кто-то избил Наташу! Скорее! Хорошо! Наташенька, солнышко, держись! Держись, все будет хорошо! Я с тобой, умница моя! Все будет замечательно! Вот видишь! Аккуратней, ребят! Аккуратней! Осторожно! Так, так! Осторожно! Аккуратней! Твоя! Что твоя? Да-да, Наташенька, конечно, моя! Моя! Скорее, ребят! Аккуратно! Дайте мне! Так, вы в милицию сообщили! Что за какую? Зачем в милицию? Ну, не сама же она себе несколько раз по голове кирпичом ударила! В общем, ладно, мы сами сообщим! Быстрее! Потому что можем не довести! Скорее! Скорее! Что она сказала? Да не знаю я, что она сказала! Наташенька, держись! Все будет хорошо! Все будет нормально! Наташа, все! Так, знаешь, что это такое? Нет! Разберемся! О, вот и нехитрое орудие преступления! Кирпич! Замотали в платок и... На платке кровь жертва! В том-то и дело, что преступник, как ни пытался уберечь собственные руки, самая узвимая часть, это мышечное пространство между большим и указательными пальцами при таком ударе может быть поранено! Так, нанесение тяжких телесных повлекших смертью, убита Наталья Фадеева, 22 лет, замужем, обнаружил муж Андрей Фадеев, артист разговорного жанра областной Одесской филармонии, дача, пятая станция фонтана, где они проживали постоянно. Угу, ну, место отличное. Море рядом и от центра недалеко. Да, если там дальше полистать, Наталья, это дочь главного администратора Одесской филармонии, Сергея Кунина. Ну, сейчас мало кто вспомнит, а тогда авторитетный человек, непотопляемый корабль. Наталья-то уже работала в филармонии? Нет, она училась в аспирантуре, а вот ее брат Эдуард как раз работал в филармонии. Так что история вполне филармоническая. Силикатный. Ну, кровь на тебе понятна чья. Ой, ну отпечатки что-то не остаются. Ой, кто ж тебя тут бросил, а? В отпуск тебе надо, дружок. С кирпичом разговариваешь? Привет, Валера. Привет. Меня вообще-то в три ночи с постели подорвали. Тут не только с кирпичами заговоришь. Ой, Катька моя проснется, а меня нету снова. Снова? Так, я так понимаю, этот содержательный диалог ты ввел с орудием убийства. Ну, похоже на то. Рассказывай. Силикатный кирпич, опотанный платком. Зачем опотали, непонятно. Отпечатки на нем и так не остаются. Может быть, чтоб руки не поранят. Скромненький синий платочек падал с опущенных плеч. Аккуратненько кто-то все продумал. Или продумала. Почему? Во-первых, платок женский. Во-вторых, я тут нашел вот такую занимательную вещицу. Валялась рядом с платком. И что это? Ну, я пока не знаю, но разберусь. Ну, и в-третьих, убийство, скорее всего, не спланировано, потому что, предположительно, вот этот кирпич взяли с вот этой кучи. Что там у глазы? Обещал, как можно быстрее сделать результаты об вскрытии. А это что? Это принес муж. Муж? Муж, муж. Говорит, что для жены. Принес в руках, а потом, когда я увидел, из рук все вывалилось. Ты мне скажи, Петя, ты своей жене часто такой джентльменский набор приносишь? Ну, если целый набор, то никогда. Ну, в конце концов, я же муж, а не ухажер какой-то. Все вы мужья одинаковые. Ой, Валер, только не нужно рассказывать о преимуществах холостяцкой жизни, да? Я вообще не об этом. Вино, цветы, конфеты, знак примирения. Конфликт у них был, понимаешь? Понял? Ну, не знаю. Я, когда Катя иду мириться, я вот это вот не несу. Я себя несу. Как она тебя терпит? Ты мне результаты к 11 принеси. Успеешь? Успею, успею. Я вообще до 8 работаю, а сегодня задержалась. Я иду домой, Андрей выскакивает в скорую. Ну, а дальше вы знаете. Следователь прокуратуры. В котором часу вы обнаружили жену? Где-то без четверти 9. У нас был выездной концерт в Ильичевске на судостроительном. Ваш концерт? Да ну нет, ну какой мой. Сборный. Тамара Жданович с аккомпаниатором. Ну, это основное. И так, по мелочи разбавляли. А я слышал, Жданович, хорошо поет. Ксень. В котором часу закончился концерт? Ну, где-то в 4. Потом банкет, то да сё. Немножко посидели. И где-то в 8 я уже был в городе. А в без 15 и 9 я приехал домой. Зашел во двор. Там, Наташа, простите, мне нужна воды. Можно я? Да, да, конечно. Конечно. Я не хотела при Андрее говорить, но Наташа, перед тем, как потерять сознание, она в него так пальцем и говорит, твоя. Твоя? И что это? Ну, может быть, она имела в виду того, кто её... Она его ревновала. За каждой юбкой я такого не потерплю. Ну, они сами за мной бегают, Наташа. Пойми, я артист, я не виноват, что я всем нравлюсь. Я что, похожа на дуру? Я умнее тебя и всех твоих потаскух вместе взятых. Ксень, перестань, перестань, я что-то... Да если бы не я, ты же без меня никто. Балласт! А вот это меня уже оскорбляет. Ты думаешь, что говоришь? Я не шучу. И я к отцу пойду. Он тебя с работы выплет. И вообще, разведусь с тобой. И кому от этого будет лучше? У нас ребёнок будет. Ты о нём подумала? Юлия? Андрей, я вам эклеры принесла. Я там во дворе видел цветы, вино, конфеты. Да, это я принёс. Был повод? Да ну как, не то, что повод. После концерта выдавали премию в конвертах по 25 рублей. Я решил, что, ну, можно на пятёрку и жене устроить, да? У вас в ближайшее время планируются гастроли, поездки? Ну что вы, ну какие гастроли? Ну как можно сейчас об этом думать? Вот её отцу нужно что-то сказать. Я вас ещё вызову. Когда будут результаты экспертизы. Семён, пойдём. Да-да, конечно. Нужно позвонить Сергею Всеволодовичу. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Чаёчек? На здоровье. Ну, не томите. Что у вас? Так, значит, что у нас? На кирпиче обнаружено два образца крови. Один убитый, второй неизвестного. У Натальи была третья группа крови, у неизвестного вторая отрицательная. Так, может, этот неизвестный и есть наш убийца? Не торопись. Разная кровь на кирпиче говорит лишь о том, что пострадало два человека. И всё. А я соглашусь с тем, что это кровь убийцы. Почему? Но он вполне мог пораниться в момент нанесения удара. Сила действия, раносили противодействия. А череп это не такая хрупкая штука и отдача сильная. Ну, может, всё это время было в Величёвске. Преступник, кстати, это мог знать. Погодите, я не закончу. Проверила эпидермис под ногтями жертвы. Группа крови также вторая отрицательная. И ещё проверяла кровь на сахар. Уровень сахара в крови десять. Почти в два раза превышает норму. Сахарный диабет. Ну, можно предположить, что преступник диабетик. Это когда можно умереть, если не съесть сладкого? Ну, или наоборот, если съедят. В общем, тут целую лекцию читать можно. Так, есть что спросить у мужа. Может, знает, кого из родственников, знакомых, у кого есть этот твой диабет. Ещё одно. В момент смерти Наталья Фадеева была на десятой неделе беременности. Ну, жертва знала, что она беременная. Как и близкие. Что ещё? Ну, вот эта вот занимательная вещица. Отпечатки пальцев имеются, но всех уже спрашивал, никто не знает, куда её применить. Мужчины, у меня бы спросил. В общем, это специальный зажим для нашейных платков. Ну, недавно по телевизору показывали Майю Кристалинскую, у неё точно такой же зажим. Да. Вот так вот? Ну, да. Ну, тогда наверняка нападавшая женщина сорвала платок, обронила этот зажим, обмотала платком кирпич и... Шершельно вам. Семён, ищите женщину. С сахарным диабетом. Которая носит платок. И которая жить не может без сладенького. Ну, или наоборот. Моду на шейные платки в 60-е годы среди советских женщин связывали с именем певицы Майи Кристалинской. Майя была настоящая звезда. Скромное поведение на эстраде и огромное внутреннее обаяние. Тогда жизненные проблемы артистов были тайной для публики. Мало кто знал, что шейный платок скрывал следы ожога от лучевой терапии. В 1962 году Майи Кристалинской диагностировали лимфогранулематоз, опухоль лимфатических желез. Но болезнь не сломила Кристалинскую. Она продолжала выступать. Гастроли прерывались с длительным лечением, но Майя всё равно возвращалась. Даже когда в 70-е её в числе других артистов запретили показывать по телевидению, она ездила по городам и выступала даже в сельских клубах. Певица Одесской филармонии Тамара Ждановича. Исполняла песни из репертуара Кристалинский. Артистку вызвали в филармонию, чтобы узнать, как прошёл концерт в Личевске. Ну и как себя вёл артист разговорного жанра Андрей Фадеев. Сегодняшний день я намерена была посвятить себе. После такого концерта мне необходимо было привести себя в порядок. А вы, товарищ Желяска, сорвали мой визит в грязелечебницу. А я, между прочим, уже договорилась со знакомой. Товарищ Жданович, я к вам по делу. Убита Наталья Фадеева. Наташа? Дочь Кунина? Как это? Вот так. Прямо около дома ей нанесли несколько ударов кирпичом по голове. До больницы не доехали. Скончалась. Господи, какой ужас. Какой ужас. Так, подождите, я не понимаю. А я тут при чём? Ваш концерт в Личевске вёл Андрея Фадеева? Да. Что вы можете о нём рассказать, как о человеке? Вы полагаете, что он причастен? Ну, по правде говоря, я о нём крайне невысокого мнения. Да, он закончил московское училище, но таланта в нём нет. Так. Приспособленец. Да и женился он только потому, чтобы получить покровительство тестя. Хотя при этом и не научился скрывать свои романы. А были романы? Да спросите любую из наших надзащиц. Чуть-чуть прижмите, и окажется, что каждая закрывалась с ним при нёрке. Можете назвать конкретные имена? Только я вам ничего не говорила. Зам главного администратора Клаудия Богомолова. Пикантность этой ситуации в том, что это Клава, любовница Кунина. В десяте, что ли? Угу. Ну, конечно, то, что у Клавы с Куниным и Роман, для коллектива, это не секрет. А то, что Клава с Андреем, вот тут она играла с огнём, понимаете? Действительно рискованно. Я сама случайно узнала. Ну, вчера у нас был выезд в 12 в Ильичевск. Андрея нет. Вот я и решила его поторопить. Ты теперь ещё на мужа? Я всё папе расскажу. Будешь с мастериком-затейником в кинотеатре работать. Тихо, тихо. Андрей Витальевич, а мы тут уже все собрались. Вы как? Тамара, дайте мне одну минуту. В общем, как-то он говорил Наташу, мол, вечером разберёмся. Вот и разобрался. Вот только интересно, своими руками или чужими. Вы же понимаете, что если бы Наташа пожаловалась своему отцу, то Клавдии здесь бы уже не было. Так, значит, это и есть Богомолова. Да, она. Платок на шее. А это что? Это зажим для платков. Купила у какого-то моряка. Да, кстати, она говорила, что эта вещь одна на всю Одессу. Одна на всю Одессу. Благодарю вас. Вы нам очень помогли. Вот номер. Если что вспомните, сообщите. Разумеется. Может, ещё успеете в грязь лечебницу с подругой? Может, и успею. Она тоже с филармонией? Нет. Два офицера. У неё там дочь уходит замуж за Чеха. В общем, это уже другая история. Всего доброго. Алло. Серёженька, привет. Что? Наташу? И что говорят? Ясно. А сам что думаешь? Понятно. Ужас какой. Да, да, я записываю. Всё сделаю. Ты... Ты держись, Серёженька, милый. Я с тобой. Перезвоню. Здравствуйте. А вы к кому? Здравствуйте, Клавдия Васильевна. Прокуратура. К вам. Мне вот как раз только что позвонили, сообщили про Наташу. Страшно всё это, конечно. Кто сообщил? Так, начальник мой, её отец, Сергей Всеволодович. Кто же ещё? Ну, например, муж убитый. Андрей Фадеев. А с чего бы это мне Андрей сообщал? Ну, а с чего бы отец сообщал? Так попросил помочь. Я же его заместитель. Там организация, все эти нюансы. Да вы что? Я бы на его месте не спешил что-либо вам поручать. Вам знакома эта вещь? Ну, если честно, впервые вижу. Ну, конечно, Семён, как она может быть знакома? Вас же на месте преступления не было, правда? Не было. А где вы были? Как когда? Я же даже не знаю, когда это произошло. Вчера вечером с 7 до 9 часов. Где вы были? Господи, да я не помню. В 12 мы провожали концертную бригаду в Ильичёвск. Потом я на работе осталась, поработала, домой поехала. И по пути никуда не заходили? Это в ваших интересах вспомнить? В ЦУМ заходила, там кофточки смотрела, так ничего и не купила, и таки пошла домой. И в гости к Фадеевым не заезжали. А с чего бы там не ехать на пятую фонтану? Вы шутите? А откуда вы знаете, где у них дом? Так Серёжа Всеволодович мне рассказывал, вот и всё. Серёжа Всеволодович? Значит, вещь не ваша? Нет, не моя. Итак, фотография. Платок, зажим. Надо же. Клавдия Васильевна, я бы хотел ошибиться, но что-то мне подсказывает, что это ваш зажим. Вы что, что правда считаете, что это я и... У вас любовная связь с мужем убитой, с её отцом. Она явно вам угрожала, что обо всём расскажет отцу, и вы быстренько решили проблему кирпичом по голове. Ну да, я была там, была. У нас скандал произошёл серьёзный днём. Я ей пощёчину дала, поехала вечером извиняться. Но кирпичом я её не била. Наташа! 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 Она уже была мёртвая. Да жива она была. Нет, была мертва. Она умерла по дороге в больницу, в скорой, которую вы вовремя не вызвали, как и милицию. Потому что это вы её убили. Нет. Руку покажите. Другую. Это что? Порезалась, орехи колола. Орехи колола? Это вы поранились кирпичом, который её убили. Нет, я её не убивала, я её не трогала. Я приеду. Собирай её, Сеня. Я не знала, что она не знала. Пойдёмте, гражданка. Я ничего не знала. Вы готовы? Да. Вам придётся подписать бумаги. Таков порядок. Я на улицу подожду. Увози. Что? Она? Да. До последнего надеялся. Думал. Убью его, падла. Ты ещё здесь дров наломай. Успокойся. Ну, ты не мог быть Андрея. Его в городе не было, когда это случилось. Да неважно, из-за него это по-любому. Я ему голову скручу, понимаешь? Рот закрой, я сказал. Ты забыл уже, как я бегал перед всеми погонами. Унижался. Чуть сапоги мне вылизывал. Бать. Здравствуйте. Подпишите. Мы можем идти. У меня к вам осталось ещё несколько вопросов. Вам ещё что-то непонятно. Ну, идёмте, пройдём. Поймите, ну, для меня всё очевидно. И судя по тому, что вы арестовали Клавдию... Ну, пока что мы её просто задержали. Послушайте, я в ваших формальностях не разбираюсь. О её художествах своим взятьком я в курсе. Не знаю, какое у вас следствие сложится, но то, что Андрея в жизни вести перестанет, это я гарантирую. Андрея? Он ведь не убивал. Может, он и не убивал. Вот то, что вся эта ситуация из-за него, это точно. Более лживого мерзавца я в жизни не встречал. Через бабу к цели. Я сколько раз ей говорил, ну, раскрой глаза. Он уже тебя использует. Он через любого переступит. Да взять хотя бы тот факт, что у него была невеста. И он её бросил. Сразу как встретил Наташу. Причём тут Наташа? Мои связи у него появились. И чего мы ждём? Результаты экспертизы. Я уверен, что кровь на кирпиче, которым убили Наталью, ваша. Да что вы к этому кирпичу присыпились? Ну и вообще, с чего бы это я била её левой рукой, если я правша? Правша. Держите. Пишите. Что писать? Как вас зовут, пишите. А, так это вы меня проверяете, да? Смекалистая. Слушайте, давайте поговорим на чистоту. Правда. Меня интересуют детали ваших отношений с Андреем Падеевым. Ну, ну, было у нас с Андреем и было. И что? Я девушка незамужняя, могу себе позволить. А вот насчёт морального облика Андрюши я отвечать не намерена. А я не о моральном облике. Я о том, что ваша дружба делами привела к тому, что у вас появился мотив. Какой мотив? Замуж за него, что ли, выйти? Вариант. Ну, хорошо. Давайте представим, что вот мой любовник, главный администратор филармонии, узнаёт, что я собралась замуж за его зять, а после смерти его дочерь, да? И где я после этого окажусь? Где? Да он меня тут же вышвырлит из филармонии. А следом полетит Андрей. Неужели так просто можно избавиться от такого талантливого артиста, а? Талантливый артист. Ну, какой он артист? Вон у Райкина, да, те артисты. Райкина люблю. А Андрюша так, ноль без палочки. Его потолок это ведущий выездного концерта в колхозе. Ну и зачем вы взяли для этого колхозного ведущего? Наташа попросила. Влюбилась. Да и потом, Кунин любит, когда ему должны. Я не исключение. Сейчас, минуточку. Клава, я что-то не понял. Я тебе что сказал? На ход совете говорить. Сергей, вот сам и говори. Я просто выразила свое мнение. У нас, знаешь ли, не так много вакансий. Вон сколько талантов ходит. А меня твое мнение вообще не интересует. Ты забыла, как я тебя сюда взял? Сереж. Что, Сереж? Ты эту должность занимаешь только благодаря мне. И я не комсомолец какой-то в состоянии половой тревоги. Обойдусь как-нибудь. Так что, если что-то не устраивает... Все устраивает. Ну вот и чудненько. Сейчас зайдем и скажешь, что нужно. И так он себя ведет абсолютно со всеми. Дорожит только семьей. Тогда другой мотив. Дочь расскажет Анцу о ваших отношениях с дядем. О! Я вас умоляю, ну какие отношения? Наташа прекрасно понимала, что если отец обо всем узнает, Андрюша в порошок сотрет. Вот вы вроде не глупая девушка, а выбрали такую опасную любовную связь. Ну почему же? Наоборот. Андрей, как никто, был заинтересован в том, чтобы Куни ничего не узнал. А вот то, что Наташа нас застукала, это, знаете, чистой воды случайность. Все. Пока, да. Пошли. До свидания. До свидания. Товарищ начальник, а могу я вам кое-что рассказать? Пойдемте. Так, а вы мать Наталья? Нет. Когда-то няня, а теперь домработница у них в доме. Меня зовут Мелания Пантелеевна. Так, а что вы хотели? Мне кажется, я знаю, кто это мог быть. Девица его у подъезда поджидала. Ты? Я. Каравуришь меня? Да. Ждала. Хотела сказать, как я тебя ненавижу. И вас всех. Кого это? Тебя. Твою жену. Ее брата. Все вы мрази. А что ж ты целый год молчала? Что ж ты раньше не сказала? Раньше я боялась. А теперь? Теперь вы меня бойтесь. Ты такая красивая. А ведь я любил только тебя. Если б любил, то тогда бы выслушал. Так давай выслушаю. Поговори. Андрей, не надо. У меня жених. Я замуж выхожу. Замуж это хорошо. Но это ничего не меняет. У тебя жених. У меня жена. А мы ведь с тобой так и не попробовали. Дашь мне свой номер телефона? Так она дала телефон? Продиктовала. Ну, я не запомнила. Или не услышала. И что потом? Все. Она ушла. А, да, он еще у нее спросил, а как теперь будет твоя фамилия? Она ответила, что оставит свою прежнюю. Какую? Какая-то необычная фамилия. Грузинская, что ли? Слушайте, мне кажется, я знаю, кто может быть замешан. Кто? Сын его, Эдик. тот еще подонок. Зачем ему убивать родную сестру? Вы даже не представляете, какие деньги крутятся в филармонии. Все эти выездные концерты, кастроли. Кунин никогда себя не обделял. Ну, честно говоря, аргумент так себе. Слабенький. Ну, почему же? Сережа бы ни за что не передал управление семейными делами сыну. А вот Наташа это другое дело. Она образованная, семейная. Ребенка планировала. Голова на плечах была. Все равно не понимаю. Ну, если б не папаша, Эдик бы давно уже в тюрьме сидел. Было за что. Хорошо. Мы эту информацию обязательно проверим. Игорь! Зайди! Проведи гражданочку. Куда? Вы мне что, не верите? На проходную. Домой поедете. Спасибо. Только из города никуда не уезжайте. Нет-нет, это я не тебе. Привет, Семенович. Нужна помощь. Палыч! Все тебе надо быстро-быстро. Привет, Семенович. Ну, а что ты сидишь в своей берлоге? Посмотри, солнышко светит, свежий воздух. Подышим. Жара, дышать нечем. А у нас постоянная температура и влажность, между прочим. Тот-то я смотрю. Цветешка, кактус. Че нарыл? Вот вы, куня. Попадается часто, но все как с гуси вода. Антисоциальное поведение это все ерунда. Пьяный дебош в ресторане. Тоже... Стоп, стоп, стоп. Обвинение в изнасиловании. Заявление от гражданки Лобженицы. Мера пресечения, я не понял, не избрана? Не избрана. Гражданочка пришла, подала заявление и тут же его забрала. Наверное, не хотела порочить честное имя законопослушного гражданина. Ясненько. Спасибо. Карточку. А, да. Оставьте бутылку. Хорошо. Эдик, шампанское, икра в ресторане это же дорого. Жан, для тебя ничего не жалко. К тому же, разве это шампанское? Настоящее шампанское. Делают шампание. А ты пробовал? Ну, конечно. Был в Румынии по творческому обмену. Город Констанция. Там пробовал, кстати. В этом году мы собираемся туда же. Может, и тебя с собой возьмем. Рупим. Эдуард Кунин. Что ты выделываешься? Видел же меня возле морга. Я смотрю, ты быстро отгоревал. То, что творится в душе творческой личности, менту не понять. Так что надо? Надо доставить тебя в прокуратуру к следователю. Повестку покажи. Правила знает. Не вопрос. Передай следователю, что приду после похорон. Сейчас занят. Придется поехать сейчас. Жанночка, свяжись с моим отцом. Скажи следователь Духов. Все, поехали. Не переживай. Ты с чаевым. Катай-катай, Петя. Да не дергай ты. Смазывается. Может, мне наконец смогут объяснить, что здесь происходит? Опозорил перед девушкой. Слушайте, мы до вашего начальства подойдем. А кто это мы? Ваше величество? Вы не знакомы с моим отцом? А, так ты из блатных. Семен, слушай, а пока его папаша бежит к нашему начальству, пусть он посидит в камере в воспитательных целях. А посади его к скумбрии. К скумбрии. Отличная идея. Да. А скумбрии часа хватит. Да, это серьезный авторитет. Ну что ж, переносим допрос на завтра. Давай, забирай его в камеру. Пойдем, пойдем. Тихо, тихо, тихо. Ну чего вы? Ну что, побарахтаемся? Что вас интересует? Я, я просто хотел сказать, что я ни в чем не виноват. Да, я слышал о твоих успехах. Ты, как минимум, по трем делам ни в чем не виноват. На рекорд идешь. Какие там дела? За то, что пьяному втащил в ресторан, не за то, что тот быковал. Или за то, что пописал в Приморском. Ах ты мелкая, трусливая мразь. За словами следите. Да мне плевать. На тебя и твоего папашу. Ты девушку изнасиловал. Кого изнасиловал? Это Лобженица сама заявление забрала. Сама напилась и льдрогла под меня, блин. Сама напилась, сама легла, сама написала, сама забрала. Чего ты мне Ваньку тут лепишь? Кто надоумил ее заявление забрать? Пусть бы и не забирала. Мы б ей встречный иск за оговор и задачу ложных показаний. Пожалуйста. Как вы сказали фамилия? Лобженица. Какая-то необычная фамилия. Грузинская, что ли? А когда это было? Год назад. Прошлым летом. А скажи-ка мне, Эдик, а какое она имеет отношение к Андрею Фадееву? Да я откуда знаю. Никакого. Уважаемый, мы пытаемся найти убийцу вашей сестры. Если вам есть что сказать, говорите. Иначе, обещаю, вы сидите не до завтра, а минимум на 15 суток. Я бы на твоем месте говорил. Чего вы меня пугаете? Скажу я. Ничего такого не было. Просто моя сестра... Да че ты мямляшь? Че твоя сестра? Говори уже. Год назад она познакомилась с этим Андреем. Он приходил к нам на прослушивание в филармонию. Ну, влюбилась она в него. Но у него была невеста. Это Лиза. Лобженица. Слушай, сестру, и так дел хватает. Ну, тебе же все равно с кем. А она тем более симпатичная. Ну, и мне поможешь. Да я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста. Ты вообще понимаешь, что ты меня толкаешь? Я с папой договорюсь. Он тебе машину купит. Москвич? Ну, москвич так москвич. Правда договоришься? Правда. Хорошо. Что нужно сделать? Андрей едет в Москву в эти выходные. А его девка очень хочет помочь ему устроиться. Я ей объяснила, что все просто так не делается. Что нужно стать своей в нашем кругу, обрастись связями, познакомиться с сотрудниками филармонии. Ну, от меня что требуется? Я ее приведу, а ты на паи. Ну, и... Ну, если этот жених потом не устроит? Да не устроит. Его я возьму на себя. Симпатичный, говоришь? Угу. Ничего противозаконного я не делал. Ну да, исходя из твоих слов, все подстроила Наталья, да? Наташа сказала Лизе, что отец разглядел в Андрея способности. Ну, нужно обзнакомиться. Нужна была пьянка. Куда бы пришла Клавдия, заместитель отца. Ну, может быть, и сам отец заглянул. Короче, она согласилась. А у вас есть мечта? Вы певица? Вокалистка. Но сейчас не выступаю. Я зам главного администратора. Наливай. Интересно. А, может, выйдем, покурим? Я не курю. А разве певице можно курить? Ну, не хочешь, как хочешь. Лиз, ну, чего ты сидишь? Иди с ней. Подождите, я с вами за компанией. Нужно показать девочке жизнь во всех ее проявлениях. Угу. Возражений нет? Эдик, ну, ты как, придумаешь что-нибудь? Девчонки, еще по одной. Понятно. Да ничего вам не понятно. Она сама согласилась. Так ты же напоил. А могла и не пить. Слушайте, мне уже отец морали читал. Видно, мало читал. Забирай его, Семен, пусть посидит. Давай к скумбрии его. Посидишь, Кунин, посидишь. Пойдем. А почему скумбрия? Чего не селедка? Я скумбрию больше люблю. А, аргумент. Целый пакет анализов крови. Угу. И Андрея Фадеева, и Клавдии Богомолова, и Эдуарда Кунина. У всех у них был мотив, но кровь, обнаруженная на кирпиче, им не принадлежала. И диабетом никто не страдал. И что самое главное, ведь смерть Натальи Фадеевой не приносила пользы всем трем подозреваемым. Они скорее теряли больше. И что самое главное, рана на левой руке Клавдии действительно была резная. Она поранилась ножом. Хм, что-то новенькое. Показания заведующей кафетерия «Лето». Она утверждает, что после закрытия кафетерии общалась с буфетчицей Дерябиной. Дерябина, Дерябина. Да, подожди, это же соседка Фадеевых, которая вызвала скорую. И что они эту Дерябину подозревают? Андрей, так нельзя. Андрей, давай. Да не трогай ты меня. Андрей, ты уже третий день пьешь. Давай, иди в дом, проспись. Да мне и так хорошо. Да я вообще... Я вообще сейчас возьму, пойду, и утоплюсь. Потом. Бутылочка моя. Жалко смотреть. Здравствуйте. Андрей Фадеев, вы знакомы с гражданкой Лобженицы? А ты, моему честь, ты говорила про меня. А она меня даже слушать не знала. Месяц назад вас видели вместе. А ты? Я же тебе... Я у меня в Ильичевске концерт. Я же тебе говорил, я не мог. Отвечайте на вопрос. Нет, вы меня не слушаете. Я вам отвечаю. А вообще, я не знаю, я не понимаю. С этим что-то сделать? Бесполезно. Он пьет, не просыхая, уже третий суток. Попробуем. Пошли, пошли. Юлия Павловна, я правильно помню? А вы... Валерий Павлович. Помню. Очень приятно. Присаживайтесь, к вам тоже есть вопросы. Вы давали показания, сказали, что задержались на работе. Почему? Я? Я такое говорила? Да. Не помню. Ну, вы все-таки вспомните. Вы говорили, что обычно возвращаетесь с работы в восемь часов вечера. А в тот раз пришли в девять. А-а-а. Кафетерий был закрыт уже. Меня заведующая задержала. Стружку снимала. Шестнадцать копеек. Угу. Открывать? Нет, я сам, спасибо. И бутерброд. Это десять копеек. Угу. А пирожники свежие? Свежие. Женщина! Вы что творите? Я расплачусь. Товар здесь выдаю я. Куда везу очереди? Ты больная? Или инвалид? Вот возьмите. Десять семь копеек. Что тут такое? Полюбуйтесь. Самая умная. Юля, ты что снова крик подняла? А что, она сама залезла и взяла товар? Еще и не бойся, тут не хватает. Юля, мне надоело слушать жалобы на тебя. В котором часу произошел этот инцидент? Ну, может, за час-полтора до закрытия. Валерий Павлович, не поверите, уснул. Плохо. Это очень плохо. Семен, чернявая, симпатичная девушка не дождалась очереди и одним махом слопала два пирожных. Смекаешь? Чернявая. Так, может, это и есть наша Лапженица? Точно. У нее еще внешность такая, ну, как сказать, кавказская. Что еще? Да, вроде все. Одета неярко, просто, ну, платок на плечах. Платок в яблочках. Очень жаль, что ваш сосед не в состоянии разговаривать. Есть к нему вопрос. До встречи. Под фамилией Лапженица в Одессе проживало восемь семей. Елизавета, оказалось, две. Первая. Елизавета Вахтанговна, 1906 года рождения. Нет. Конечно, нет, ей 62 года. Елизавета Григорьевна, 1946 года рождения, в настоящий момент выписана из Одесской квартиры. Да, Артем, советская прописка. Строгий учет всех переехавших. В жеках и паспортных отделах существовали листки убытия и прибытия. И вот согласно такому листку установили, что Елизавета Григорьевна Лапженидзе проживает в райцентре Арбузинка Николаевской области у своей бабушки Марии Семенны Рудченко. Преподает там же украинский язык и литературу. А в Одесской квартире остались проживать ее отец и мать. Вот, пожалуйста. Может, мы все-таки покушаем? Нет, спасибо. Мама, это он знакомство с папой. Наш папа Джигит, настоящий грузин. Хороший он всегда помнит, но и обиды не прощает. Профессия у него мирная, он бухгалтер. Папа пришел. Здравствуйте, прокуратура. Нам нужна Елизавета Лапженидзе. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Лиза, это из прокуратуры к тебе. Сидите, сидите. Позволите, я присяду? Да, конечно. Может, чаю? Нет, не надо, спасибо. Мы ненадолго. А что интересует прокуратуру? Интересует. Какое отношение к вам имеет Андрей Фадеев и его жена Наталья? Фадеев? Ну, в принципе, никакого. Но вы знакомы. Ну да. Виделись год назад. А что? Это неправда. Две недели назад вас видели вместе. Есть люди, которые готовы это подтвердить. Собственно, как и сам Фадеев, отрицать этого не станет. Лиза, я не понимаю. Секундочку, гражданин. А, да. Вспомнила. Недавно пересеклись. Здрасте, до свидания. 18 августа вас видели в кафетерии на пятой станции фонтана. Что вы там делали? Ну, а, вы об этом? Мне было плохо. Вы не понимаете. Почему же не понимаю? У вас сахарный диабет. Вот. Лиза. Уважаемый, наберитесь терпения. Дальше будет самое интересное. Вишенка на тортике. Вы же любите сладенькое? Кафетерий находится в трех минутах ходьбы от дома Фадеевых. Вы ведь туда потом пошли. Лиза, зачем ты опять туда ходила? Ну, вот видите, мне продолжать. Не продолжайте. Тогда пойдемте. Мама. Прости меня. Саша. И ты прости. Прости. До свидания. Все сходится. Чего стоишь, присаживайся. Если хотите, можете ознакомиться. Это результаты сравнительной экспертизы. Согласно которой, именно вашу кровь обнаружили на орудии убийства. На кирпиче, которым вы поранили себя. Понятно. А нам непонятно. Зачем? Вместе. Это она все подстроила. И задание своему братцу тоже она дала. Это она. Я подала заявление в милицию. На твоего брата. Это ты зря. Слишком много свидетелей. Все они расскажут, как ты себя развязно вела. Но вспомни. И это же ты его соблазнила. Я должна поговорить с Андреем. Я хочу ему все объяснить. Так будет только хуже. Ты что, не понимаешь? Ты его уже потеряла. Если ты хочешь, чтобы он чего-то добился, не сталкивай его лбом с Эдиком. В тот момент я была просто разбита. Уничтожена. Тогда тебе нужно уехать. Я отцу что-нибудь совру, про распределение, что угодно. Потому что если он узнает... Куда? Куда я уеду? К бабушке. В арбузинку. Устройся там в школу. Будет, пересидишь. Время лечит. Только главное, заявление забери. Ну, действительно, время лечит. Лиз, не понимаю, у вас вроде бы все наладилось. Жених появился. Лиз, зачем? Я случайно узнала, что Андрей женился на Наташе. Вы убили беременную женщину. Что? Да. Наталья ждала ребенка. Нет. Я не знала. Это ты все подстроила? Говори. Какой напор. И голос больше не дрожит. Да ты, я смотрю, повзрослела. Да только сейчас поздно что-то выяснять. Ты должна быть неблагодарна. Если бы тогда я так не поступила, Андрюша бы женился на тебе, но стал бы массовиком-затейником в доме культуры. И гулял бы. Как и сейчас гуляет. Тогда зачем он тебе? Да потому что я привыкла побеждать. Привыкла, чтобы все крутилось вокруг меня. А мне даже нравится, что он гуляет по бабам. Таким мужчиной легче манипулировать. Жизнь она такая. Ты либо у руля, либо за бортом. К сожалению, ты, Лизочка, была балластом на моем корабле. Ничего личного. Вон, пошла. Ты еще тут? Мать! Она считала себя человеком высшего сорта. Ценный груз. А я кто? Я не кто? Вы убийца. Это все они. Эдик и его сестрица. И Клава эта. Все ничтожества. И Андрей таким стал. Наташа его таким сделал. Это все они. У вас будет достаточно времени. Об этом подумайте. Потому что сядете только вы. Все написано. Подписывайте. Духов, слушаю. Будьте добры, позовите к телефону капитана Железко. Секундочку. Капитана Железко. Да, слушаю. Капитана Железко? Это Жданович с филармонии. Тамара, певица, да, помню. Да, я... По поводу убийства. Ну, мы уже раскрыли убийство. Нет, я о другом. Какое другое? Только что я говорила с дочерью моей подруги. Ее мать убили. Так вот. Я бы хотела, чтобы именно вы занимались этим делом. Смотрите в следующем эпизоде. Ничего себе. И денег, наверное, стоит. Да он бесценен. Мама! Мама! Лен, что произошло? Мамочка! Мама! Вещь очень дорогая. Very expensive. Вы попробуйте по-французски? Слушай, иди, дядя. Да он же никому не нужен был. Балласт. Оля, он без тебя никто. Пойми, это бесчеловечно. Если ты меня любишь, ты сейчас же замолчишь. Иначе они тебя выдворят, и мы с тобой больше никогда не увидимся. Так что ты кнопкой быстрее, иначе сядешь по полной. Понял? Так а во сколько вы с вактой пришли? Вы что? Вы что, меня подозреваете, что ли?